Здравствуйте! Это программа Благовест. Меня зовут Марина Попович. Мы с вами снова в храме-часовне святого благоверного князя Александра Невского и вместе со мной духовник Екатеринодарской епархии Архимандрит Амвросий. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, дорогая, господи, Марина Александровна и не менее дорогие телезрители. Ваши вопросы? Батюшка, мы подготавливались к Пасхе, к великому событию, которое наступает совсем скоро с вами, пройдя через череду всех праздников. И вот последняя неделя Великого Поста, каждый день из которого имеет великое значение, и каждый из них называется Великим. Понедельник, Великий Вторник, Великая Среда, Четверг и Пятница. Мы ждем самого главного события, и в эти дни уделяем особое внимание и посту, и вере, и службам. Давайте поговорим о этой Великой Страстной неделе. Кстати, сразу, почему Страстная? Этим словом в церковно-славянском языке называется Страдание Христовое. Это русское слово, оно не очень подходит к духовному, но вот чтобы понять вас, Страстная Седмица, это каждый день особым чином вспоминаются те или иные особые страдания, или особая веха в жизни Христа на земле. Из них первая, вторая, третья нужно, там есть, значит, о мудрых девах, о десятих девах и так далее. Сейчас неожиданно, потому что я хотел бы, вот, среда предательства иоды. Четверг воспринимает тайные вечери, то есть то, что сейчас самое главное в любом храме в православии, это литургия и причастие. Это таинство было установлено самим Богом, Иисусом Христом, и совершено первое, это таинство Христом, воспринимает тайные вечери. Я всем, всем, всем желаю здравствуйте вашими молитвами и все, пусть и мне Господь подарит здравие духовно-телесное, крепость духовно-телесное, чтобы быть в субботу, в среду вечером на службе, а в четверг с восьми утра исповедаться и причаститься, то есть Господь всегда приглашает, приедите, едите, ешьте, пейте, приглашает вкусить его самого, тело и крови Христовы предлагает. Не пропустите, вот постарайтесь, а уж там постились, не постились, скажите, лучше хорошо исповедуйте и попросите у батюшка, чтобы он допустил вас к причастию. Это вот воспоминание тайной вещи. В пятницу настолько вспоминается страшное событие. Это распятие и предание, побиение, заплевание, биение полонитом, заушение Христа. Нет литургии даже в пятницу из вот этого, то есть настолько событие... Страшное. Даже переназваемое, страшное, чтобы и служба всей как говорит, ну содрогнись душа хоть сейчас. Хоть сейчас, раз в год, раз за жизнь. Содрогнись. Кто, как страдал, ради кого? Ради чего? Вот, и как благодарим мы, в кавычках, Бога за это. Затем служба, ну восемь, в час вынос плащеница. И затем уже вечерняя служба в пятницу к субботе. Называется Великая Суббота. В эту положенная литургия тоже, кто желает и хочет, хотят там все просить, надо Бога, чтобы дал нам радость и в субботу почаститься. В пятницу нет литургии. И затем, конечно, расходятся после литургии в субботу в одиннадцать. Вечерком, часиков шесть-семь, начинает освящать Пасхи, куличи, но кушать их еще нельзя. Великая Суббота называется. И знаете, какой там тропарь? Да молчит всякое плоть. В этот день, когда Христос упокоился, то есть, его похоронили, и телом своим он находится в земле. То есть, тихо говорить, вообще лучше не говорить. В этот день написано, лучше молчать. И мир замолчал. И мир замолчал. Может быть, испугавший, то дай Бог. А если там еще какие-то замолчать, то можно по разным причинам. Одним словом, начнем снова. Страстная неделя, седмица, по-другому похорону, это каждый день воспоминается особый период жизни Христа на земле. И особенно то, что касается страданий. Поэтому страдания, страсть по-церковному славянски, и страстная седмица, страстной или великий понедельник. Страстной или великий. Кстати, есть, это великий называют седмица, который после Пасхи. Тут немножко не важно. А вот страстной понедельник, страстной вторник, страстная среда, страстной четверток, страстной пяток, страстная суббота. И после 11 замирают, к вечерку, часика 8, подходит народ, начинает читать деяния, к Пасхе готовится. В 11 есть такой канон, на занесение плащаницы уже заканчивается прикладываться к ней, в алтаре она целый год опять в алтаре находится. Итак, вот страстная земля, но я не знаю, вот опять я так разговаривался в смысле, если бы люди захотели, помолились, чтобы мне дал Бог силы, просто давайте, друзья мои, любимые мои чада, просто прочитать ту службу. Вы знаете, не то, что что-то, очень много. Я сам пока никогда ни глазом, а тем более умом и душой не касался, я просто и не знал бы, что такая красота. Такой кладец, такая глубина, что люди точно испугались, чему они молятся, чего они поклоняются, что они любят. Из той же литературу, поэзии, искусство. Посмотрите, какая поэзия, какая глубина красота. Вот почему. Причем, смотрите, и церковь у нас, и святые, она не навязывает. И Бог нам. Я этими, может, эмоциями, и прошлой передачей нашей поводки, я хотел бы сказать, поверьте мне, у меня Господь подарил мне и всяких образований, и всяких наук. И я чуть ли не поклонялся им и молился на эти вещи. И я с ужасом, Боже мой, если бы Господь попустил меня умреть, я не знал бы то, что есть в церкви настоящая. А у нас, знаете, или вот я несколько раз в интернет там показываю, какая хула на людей, служащих в храме, на прихожан, на церковь, на Богородице, даже на Бога. Люди побойтесь, концы будут, тогда все поймут, кто и как ошибся. И это не запугивание, это любовное предупреждение. Ну, побрыкались, но иногда хоть задумайте о чем-нибудь, попытайтесь другое любить. Другую поэзию, другую красоту, другая гармония, вечная, настоящая. Божественно, если Пушкин говорил, Моцарт гений, а гений от Бога. Слышите, Пушкин-то наш любимый, что сказал, а гений от Бога. Значит, Моцарт-то от Бога. Так-то, грешный, прелый и так далее. А музыка какая, от Бога. То есть, вот так каждый человек, хоть и бренный, но с Богом будет выше Пушкина. Да что там Пушкин? Спасись это стать в сто миллиардов тысяч раз больше, чем Пушкин. Спасись быть с Богом, вечно. Всем ли предоставляется возможность покаяться перед смертью? Если не получилось покаяться перед смертью, как может спастись человек? Конечно, вот опять же, у нас такое, Боженька, что если мы будем, ну, хотя бы просить его. Боженька, я такой грешный, что уже и стыдно и просить. Даже мне стыдно. Прошу, обещаю и не исправляюсь. Но ты так открылся, я верю тебе. Видите, я верю и доверяю тебе. Вот если так сподобится вера, как и любое занятие, надо тренировать себя. Через сомнение, через радость и через горе. Потихоньку, вы знаете, бывает такое даже у молодежи. Божька, кажется, я чуть-чуть что-то захватил. Я не знаю, верю, не верю, но кажется, я другой, посмотри тем, как пришел. А потом после веры придет надежда, а после надежды приходит любовь. Так вот, надо так жить и так запросить, чтобы перед смертью нам каждому Господь послал исповедь. Потому что это точно много. Это будет нечестно. Всю жизнь грешил, обомкался. Это по-человечески оценивать. Честно, нечестно, у Бога всегда любовь. Удивительно великий Бог. И Он не прокурор, не судья. Ну что ж, не сподобилась душа исповедаться. Остались родственники. Пусть заказывают саркаусты, пусть панихиды, пусть литургии заказывают. И милостынь. Раздает копеечку, пирожное, мирожное. Человека можно вымолить. И поэтому так велик Бог, что Он еще подал. Кто, кстати, действительно замечает, спасибо за такого. Миллион умирают людей, русских, нерусских, но православных, и не успевают или не хотят покаяться. Аварии, катастрофы, тем более. Но есть канон, который надо читать оставшимся в живых родственникам или друзьям, который называется канон за умерших без покаяния. Прочитайте хоть один раз. Прочитайте «Сорок дней» и до сорок дней вымолите. Даже есть, к слову скажем, даже есть канон, и кто особо, я о страшных случаях скажу, самовольного ухода или самоубийства, называется самовольная смерть. Человек смерть вызвал своей волей, добровольно. В церкви, у этого великого Бога, даже о них есть канон. Кто, не дай Бог, у кого есть такие случаи в роду, надо обязательно постараться. В интернете забивайте. Канон за самовольно ушедших из жизни. И читайте его, если не всю жизнь, то тоже дней сорок. Кстати, Мария Александровна, вот опять все в церкви. Вы знаете, даже до глупых доходит, даже до примитивных, не тонких. Вот когда этот канон, я первый почитал, я побоялся его читать дальше. Я почувствовал, что жизнь – это правда, что смерть – это страшно, и такой смертью страшнее ничего нет, человек ничего не мог себе придумать хуже. И какой великий Бог. Я расплакался, сказал, все, я верю. Жизнь – это подарок от Бога. И у Бога, про всех имен, есть Бог имя как жизнь. Он так любит, что вот это земельки, говорит, начать себе тебя. Тогда папа на маму клетка, называется, объединились, имеют душу, часть Бога, часть жизни. И живет. И в канонах этих, особенно как-то святые, так от Бога сподобились рассказать то, что не расскажешь. Я даже советую всем по разу почитать этот канон. Просто. Чтобы узнать, что это очень серьезная красота от самого Бога, жизнь. Ну, а перед Пасхой всем все-таки посоветуем постараться в эту страстную неделю. Попоститься, побыть в церкви, помолиться. Не сердиться, не отвечать злом на зло. Уж пост пищной нет. Пост – это и красивые мысли, и красивые чувства, и красивые поступки. Хотя бы в это 5-6 дней. Ну, и быть у плащаницы, и быть на четверге, чтобы сподобиться на Пасху. На Пасху, кстати, в многих храмах теперь и патриарх, и наши владыки разрешают исповедиться, причаститься на Пасху. Кто никогда не причащался на Пасху, живите так, просите Бога, чтобы будет жить и сподобиться, причаститься на Пасху. Ищите Бога. И признавайтесь Ему, что вы хотели бы видеть Его, слышать, чувствовать Его. И Он откроется. Спасибо, батюшка. Это была программа «Благовест». Я Марина Попович. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова